всем привет и добро пожаловать на мой канал хочу вам показать новый для меня бренд magical make up я его открыла буквально недавно и для меня это было сразу же знаете таким открытием года все началось покупки вот этой однушки и я просто в нее влюбилась решила что нет все таки мне надо купить еще парочку чтобы понять попробовать решила не ложить ее в общую свою магнитную палетку чтобы знаете такой месси там не произошел решила купить вот именно у них вот это вот отдельную палетку для того чтобы там лежали вот эти вот оттенки это английский бренд дорогой на мой взгляд потому что вот допустим одна такая однушка стоит под 15 паундов но это что-то с чем-то девчонки это просто нереально красиво у них маленький это инди бренда то есть поэтому у них появляются потом что-то пропадает у них есть как вот такие вот прессованные пигменты у них есть прессованный глиттер на прессованный глиттер мне не нравится я поэтому это решила прессованные пигменты купить вот и как я уже сказала началось у меня все вот с вот этой однушки давайте покажу вам палетку мальчиком мейкап так вот она выглядит видите также все это такое глиттер на я тут вот их сайт мальчиком мейкап коюкей можно также купить на сифоре здесь вот видите такое зеркальце небольшое такое небольшая такая палетка ну как раз таки вот сюда наверное где-то примерно 9 оттенков местится ну вот как раз таки удобно маленькая такая и начну с этой однушки с нее началось мое знакомство с этим брендом в оттенке angel dust просто на сифоре в интернете было что у них такие тени мальчиком мейкап я ни разу не слышал об этом бренде решила купить когда я открыла мне показалось что это что-то такое какая-то такая вот кремова но это прессованный глиттер да думаю что кто знает что такое прессованный глиттер тот понимает что имею ввиду мне показалось что какая-то такая немножко чачка но когда я нанесла это что-то с чем-то девчонки после этого все здесь вот видите не написано название оттенка что на мой взгляд конечно плохо лучше по не вот эту наклеечку клеили бы вот сюда потому что вот когда закончится вы не знаете какой у вас оттенок закончился но вот повторюсь это angel dust с него началось мое знакомство я просто влюбилась в этот бренд какой это нереальный мультихром вот те кто любит мультихром и вам тоже зайдет этот бренд посмотрите как красиво их получается нужно так размазывать но как как это красиво смотрится по крайней мере на пальцы это просто нереально смотрится это так круто это вот прям знаете я вот смотрю я прям вижу сразу же вот это все переливание вижу сразу же эту всю доохромность я просто влюбилась этот оттенок единственное нужно посмотреть как это все будет носиться и так ли это будет выглядеть все на глазах потому что если на глазах этого это заметно не будет то тогда и смысл покупать мне остальные оттенки но если на глазах будет так же как и нас watch а я прям сразу знаете возьму магнитную палетку и приберу себе еще другие оттенки и понятно почему их нету в наличии да если они все такие крутые так это у нас magical мейкап но посмотрите на крутяк даже не знаю как вам показать потому что как-то это все как надо не передается но глазами вот я прям вижу она вот буквально при каких-то поворотах да она меняет вот здесь может быть хорошо видно она меняет свой оттенок это что-то с чем-то девчонки просто нереально нереально красиво я даже сказала бы так нелегально быть так просто нелегально такой доохром делать крутой даже тут я бы сказала бы это не доохром это просто какой-то мультихром посмотрите смотрите на это вот здесь тоже хорошо виден этот это мультихромность этого оттенка девчонки он нереальный эти тени нереальные вот разве так можно вот так вот Вот здесь даже видно три оттенка, мне кажется. Продолжение следует... Вот он при вечернем освещении. Не знаю, будет ли виден этот триохром. Вне камеры он очень хорошо виден. Он просто сразу же бросается в глаза. Не знаю, будет ли тут как-то это заметно. Вот не очень это видно, к сожалению. Придется поверить на слово, что есть эта триохромность. Продолжение следует... Вот видите, это просто нереальный мультихром. Он очень красивый. Я после этого сделала второй заказ. Взяла себе вот таких три оттеночка сразу же. Потому что это что-то нереальное. Девчонки, что-то нереальное. Вот, посмотрите. Покажу вам тоже все на сфотчах. Вот этих три оттенка взяла. Ну, потому что они все-таки дорогие, да, под там 15 чем-то паундов. И вот в подарок они дали вот такой прессованный пигмент. Да, то есть не прессованный, это у нас прессованный пигмент, а это просто пигмент. Они дали тоже, посмотрите, какой красивый, как он красиво переливается. Давайте я вам открою. Здесь у меня получится открыть. Очень красиво переливается этот пигмент. И так, наверное, у меня... О, посмотрите. У них тоже продаются пигменты. Видите, какой красивый. Дуахромный. Просто нереально крутой бренд. Нереально. Таких вот я купила Bubble Tea. Следующих три оттенка. Marmite Soul. Все это прессованные пигменты. Потому что, ну, глиттер... Мне как-то не очень хотелось глиттер покупать. Мне кажется, там слишком будет... Ну, во-первых, я посмотрела по свочам, глиттер как-то не так. Ну, некрасиво выглядит. А вот прессованный пигмент, Bubble Raspberry, это что-то с чем-то. Это смотрится действительно круто. Нереально красиво. Нереально красиво. Так. Вот такой вот у меня был следующий заказик. И вот в подарочек, да? Такую красоту. Ну, давайте теперь сделаем сводчу. Хотела вот показать. Видите, как палетка красиво вся сияет, переливается. Внутри тоже, видите, все как сияет и переливается. Она вот такая вот прям... Прям праздничная. Ну, и давайте теперь, наконец-таки, перейдем к сводчам. Давайте начнем с оттенка такого вот красивого дуохрома. Дорогие, конечно, оттенки, но понимаю, за что. Bubble Tea. Начнем с Bubble Tea. Такой вот это красивый очень дуохром. Так. Вот так вот он выглядит. Видите, ничего нету сзади, то есть все остается на упаковке. Название это остается на упаковке, к сожалению. Ничего тут не поделать. Так, ну, а если сюда наклеить, то она будет плохо держаться в палетке, потому что все это на магнитике, да, и магнитик, так как бумажка, наверное, не будет так держаться. Вот. Они, видите, такие вот прям... Их очень надо аккуратненько, что они такие вот как кремовые. Флейки, так еще можно это назвать. И посмотрите. Он такой, вот этот оттенок, как на такой гелевой, прозрачной, как будто бы в вазелиновой основе, на который нанесены блесточки и оттенок. То есть вот предыдущий мне понравился больше, хотя, видите, если его растушевать, то это смотрится тоже очень-очень красиво. Видите, как это смотрится красиво. Бабл Ти. Следующий оттенок, раз уж мы пошли потемненьким, то это будет Блу Расбери. Такого вот, видите, как будто бы чем-то похож на этот оттенок. Давайте его откроем. Эти упаковки, конечно, очень сложно открываются. Вот тоже здесь ничего не написано. И вот он, этот оттенок. Как он красиво переливается. Тоже весь, видите, вот я поэтому и хотела для них специальную палетку, потому что они вот такие вот очень сыпучие. И наносить их только пальчиками надо. Вот видите, некоторые оттенки такие вот с первого нанесения. У них вот эта вот прозрачная базелиновая база дурацкая. Давайте мы вот так вот наслоим. Вот когда вы наслаиваете, получается очень красиво. Но с первого раза это смотрится, знаете, просто как такие дешевые блестки на вазелиновой базе. Но при растушевке, то есть при нанесении пальчиком, наслаивании этого оттенка, скажем это так, это уже получается красиво. Вот. Они, видите, чем-то между собой похожи, но Bubble Tea он такой в зеленый уходит, а этот он такой вот именно как в голубой уходит оттенок. Вот видите. Вот они. Наверное, будет лучше, если эти оттенки вы будете носить на клей для глиттера. Мне кажется, так будет раз лучше. Хотя не знаю, потому что она на такой базелиновой основе, возможно, и нет. Ну, в общем, посмотрим, как всегда в конце видео. Я вам, конечно же, расскажу, как мне понравились, как держатся именно или нет, потому что оттенки, конечно, классные. Следующий оттенок, который я купила в первой своей, так называемой, покупке Mermite Sew, это уже 3D Cosmetic Press Pigment. То есть это тоже прессованный пигмент. Я брала, конечно же, все прессованные пигменты. Глиттеры я не брала, потому что, ну, представляете, если прессованные пигменты такие, как будто бы глиттерные, то что ожидать от самих глиттеров? Да, то есть мне кажется, там будет совсем все плохо. Вот этот Mermite Sew, очень, кстати, интересный оттенок. Я не знаю, камера передаст это или нет, потому что камера у нас, как всегда, передает то, что ей хочется. Но это такой вот интересный, дуахромный оттенок. Он не очень переливается. Может быть, при вечернем освещении он будет переливаться лучше, но это вот такой вот интересный очень, дуахромный оттенок. О, кстати, видите, он другой формулы, у него лучше формулы, он более пигментированный, видите, у него нет вот того, что было у этих оттенков. То есть он такой вот, видите, однородный. И вот буквально с первого нанесения, посмотрите, какой он яркий, и какой красивый, вот видите, тут вот он и в розовый переливается, не знаю, видно вам или нет. Давайте я его сюда нанесу. Если будет, конечно, видно. Может, не очень, конечно, будет видно. Но он переливается. И качество у этого оттенка гораздо-гораздо лучше. Оно прям вот с первого нанесения все, вы сразу получаете яркий, сочный оттенок, вам нет вот этой вазелиновой базы. И вот у него, как и у вот этого первого оттенка, да, вот этого, вот они очень между собой похожи. Вот эти тоже между собой похожи, на них такие глиттер, на них вазелиновая основа. А вот эти между собой похожи, что они такие прям сильно пигментированные, и просто это какой-то триохром. Вот я не могу передать, просто вот, знаете, если где-то вот я прохожу, да, и смотрю без камеры, да, вот этот цвет как-то вот так вот порой падает, что сразу этих три оттенка видно. Это просто нереально красиво. Вот тот же эффект, который произвел на меня первый оттенок, когда я только познакомилась, да, с этим брендом. Вот здесь то же самое у этого оттенка. Вот нету такого эффекта вот у этих двух, как вот у этого, допустим. То есть вот они как-то между собой, немножко отличаются. Здесь, конечно, такие прям яркие очень оттенки. То есть здесь вот этот прям доохром просто нереально красивый. И в подарок, как я уже сказала, они мне дали... Так, плёстки везде. Вот этот прессованный пигмент. У них есть тоже пигменты. На сайте выглядят очень они красиво. Цвета у них очень красивые. Уж не знаю, выглядят они так же на глазах или нет. Но они вот в подарок, видите, положили мне такой пигмент. Я планирую тоже купить у них два пигмента. И видите, они выслали тоже такой очень красивый, доохромный. Оттенка я не знаю, потому что они его не написали. Так как это был оттенок в подарок, то я без понятия, какой они вложили. Давайте откроем. Так вот это выглядит всё. Такой вот. Давайте посмотрим. Посмотрим его. Так, давайте сюда. Ну, да. Что тут скажешь? Его нужно наносить обязательно или на смоченную кисть, или на какой-нибудь клей для глиттера, потому что так, конечно, видится, он вообще совсем полупрозрачненький. И вот этого эффекта, который есть у нас в баночке, по факту его эффекта этого нет. Может быть, он есть, если вы наносите в каком-то мокром виде, да, на какую-то базу, на фикс плюс, то что-то да и будет видно. То здесь это просто топерный оттенок, который вот просто блёсточки, просто россыпь блёсточек, которая сыпется у вас. Будет сыпется на всё лицо обязательно, обязательно. Здесь, я, знаете, даже не подумываю теперь, а хочу ли я купить прессованные у них пигменты. Наверное, нет, всё-таки пигменты я у них не буду покупать, потому что как-то, ну, это вообще что? То есть в баночке это выглядит таким красивым, плотным, маковским оттенком, да, доохромным причём, то по факту это просто вот такая вот россыпь блёсточек, и всё, да, то есть вообще, в принципе, оттенка, можно сказать, и нету. Он где-то там растворился. Вот это моя первая партия покупки этих теней. Вторую партию вам тоже покажу. Ну, вот это то, что я приобрела своей первой партии, потому что, ну, повторюсь, они дорогие, то есть буквально тут за три оттенка там с палеткой 50 с чем-то паундов я отдала, там каждый под 13-14 паундов стоит, но это как бы дорого для однушки, с учётом того, что ещё это здесь в Англии, то есть это должна быть такая дешёвая пересылка, но за каждый оттенок, конечно, много хотят, поэтому таким, знаете, за раз все эти оттенки не купишь, очень дорого они обойдутся. Так вот выглядит этот вот красивый. И видите, как они все сияют, сверкают, посмотрите, да? Вот здесь вот, возможно, этот оттенок по-другому уже по-другому уже не хочет камера передавать этот красивый дуохром, чтобы вам показать. Вот здесь вот, может быть, немножко видно этого розового, зелёный тут, оранжевый. Вот тут, наверное, на теньке вот как раз-таки виден хорошо этот зелёный, фиолетовый, розовый. Вот они. вот в тенечке. Вот в тенечке. вот в тенечке. Вот здесь вот, из этой партии я бы вам предлагала бы, советовала бы вот этих два оттенка, потому что они очень-очень красиво смотрятся на, видите, на сводчак, по крайней мере. Они точно другой формулы. И если выбирать, то вот этих два оттенка лучше брать их, потому что вот это именно та формула, за что мне понравилась Magic Cosmetics. И вот как это выглядит. Посмотрите, здесь хорошо очень видно вот этот дохром, триохром даже. Видите? Очень красивый оттенок, как вот первый, оттенок. Добавляйте. вот вот какие этих три оттенка. Вот они при вечернем освещении. Тут с одного сводча, конечно, если наслоить, то получится более такой насыщенный оттенок, особенно вот у этих первых двух, которые такие на какой-то вазелиновый, как будто бы на гелевой основе. Но смотрится очень красиво, конечно, при искусственном освещении все это сверкает и смотрится прям-прям очень-очень блестяще. последнюю партию я купила этих тенюшек, но они Magical Makeup, они написали мне e-mail, они извинились, я их купила пять, они мне прислали три, но, как всегда, они подарочек вкладывают в виде пигмента и рассыпчатого, и они извинились, сказали, что они не досмотрели, они выслали вторую посылку с недостающими двумя оттенками, и они обязательно туда вложат подарок, как извинения, ну, посмотрим, что будет, здесь у меня, давайте начнем, так, давайте тут положим, все разложим и начнем, начнем вот с этого оттенка, мне кажется, он у них новый, так, давайте откроем, тут, как всегда, проблема открыть, вот, это оттенок NAMETE, как он как-то так называется, это их новинка, у них она совсем недавно появилась, я рассчитывала взять другой оттенок, но, так как я хочу именно все вложить в одну палетку, то мне нужно был только один оттенок, и я решила взять новинку, мне он как-то понравился больше, давайте, вот так вот он выглядит, этот оттенок, вот, это в том стиле, как я люблю, именно, такой вот, видите, металлический, вот, такой вот прям пигментированный, металлический, именно так, как я люблю, то есть, не на такой какой-то клейкой базе, такие, какие-то рассыпчатый, такой какой-то пигмент, как будто бы на вазелине, такие блестки, да, а здесь именно такое вот все цельное какое-то, да, как будто бы, вот, видите, такого прям, как зеркало, как металлическое все, а не как просто такие вот отдельные блестки на вазелиновой базе, очень красивый оттенок, вот он, повторюсь, наместэ, он называется, это их новинка, так вот он выглядит, безумно красиво, безумно красиво, тут даже, видите, остается, ну, тут ладно, уже не совсем тут получается уже, конечно, нанести с двух раза, но, все равно, посмотрите, какой красивый оттенок, к сожалению, камера не передает весь этот дохом, всю эту красоту, надеюсь, при другом освещении у меня получится словить, но вот такого типа формата оттенки у Magical Makeup у них действительно крутые. Так, следующий оттенок, который я купила, так, давайте откроем, чтобы посмотреть, это у нас, так, сюда так положим, это у нас вот Marmite Dream, Marmite Dream, он стоил 13 паундов 99, он подешевле, чем другие пигменты, чем другие оттенки, да, другие, чуть подороже, допустим, вот, даже в сравнении вот этот Reindance, он тоже, кстати, 13,90, 13, 13,99, вот этих два оттенка 13,99, другие же, вот эти, которые металлические, да, они какие-то 15,99, вот как раз-таки тот, который я жду, он не 15,99, это 13,99, значит, ну давайте Marmite Dream, вот, казалось бы, такой вот беленький оттенок, но он тоже дуохромный, так, тоже дуохромный, вот такой вот, посмотрите, какой красивый, как он красиво переливается, и видите, вот этот, он уже такими хлопьями, то есть его нужно втирать, чтобы получился оттенок, видите, здесь как будто бы на такой вазелиновой базе эти оттенки, он тоже, конечно же, красивый, но мне больше нравится по формуле вот эти вот такого типа оттенки, они, конечно, как-то мне нравятся больше, хотя, видите, эти тоже светятся, в них тоже есть свой шарм, в них тоже есть своя красота, вот, видите, они тоже, конечно же, красивые, что уж тут говорит, тоже у них есть такой дуохром, розовинку такую переливается, какой-то такой зелененький, тут и розовенький, тут тоже очень красивый, но мне больше нравятся такие более, которые металлические, вот видите, тут такая вот как розовинка тоже есть, надеюсь, заметно, вот она, следующий оттенок это Рейнданс, здесь 1 грамм этого оттенка, он чуть-чуть раскололся, вот, видите, но его, но его можно обратно туда вставить, потому что они такие, знаете, жиденькие, кремовые, назовем это так, вот, посмотрите, какой он красивый, как он красиво переливается, о, я уже, видите, мазанула себе, вот, вот он тоже немножко такими хлопьями, на мой взгляд, только их пальчиками наносить, кисточкой, это просто будет бесполезно, они вот именно на такой, как будто бы, вазелиновой такой базе, этот глиттер, ну, конечно, выглядит потрясно, просто, пустите, нереально красиво, когда мне тут сюда его нанесу, вы видите, как он отличается от этого, он, наверное, более сверкающий, он хорошо подойдет, как акцентный какой-то оттенок, но он не такой насыщенный, как, допустим, вот этот, да, вот они, вот, красота, и подарочек давайте откроем, прошлый пигмент мне не понравился, он красиво очень выглядел в баночке, но на деле он так красиво не выглядел, ни на глазах, нет даже на свотче, вот здесь тоже называется галактика, он тоже, видите, выглядит в баночке таким красивым, доохромным, здесь такая баночка добротная, посмотрите, какая красивая вся так сверкает, сама по себе, мне кажется, даже баночка как будто бы немножко доохромная, ну, давайте посмотрим на деле этот пигмент, такой ли он, ну, вот здесь, видите, как все это красиво переливается, так, о, вау, красиво смотрится, давайте, мне аж прям не терпится посмотреть, как это на свотч, посмотрите, как это все сверкает красиво, ну, опять же, вот, это из той серии, где, посмотрите, просто остаются одни блестки, это, это возможно, такой, знаете, вариант, как на тело, на лицо, куда-то нанести, да, на какую-то партию, вот вы хотите так вот красиво сиять, и вы наносите на, на глаза, наверное, я бы даже не советовала бы это наносить, вот этот пигмент, я бы его больше советовала бы на тело, куда-нибудь, как, может быть, какой-нибудь хайлайтер на какую-то партию, на тело, на ключицу, как-то нанести, именно для каких-то таких макияжа, ну, может быть, максимум нанести на, как, какой-то акцент, то есть нанести какие-то матовые тени, и как акцент чуть-чуть вот этих блесток, но, к сожалению, опять же, к огромному сожалению, они не смотрятся так, как я думала, что они будут смотреться, да, то есть, опять же, видите, это просто, вот вроде бы в баночке такая красота, ну, почему они не смотрятся так на деле, я не знаю, вот у Magical Makeup просто какие-то взрыв мозга тени, но какие-то пигменты, или я их как-то не так наношу, я не знаю, но я понимаю, что возможно, их нужно наносить на какую-то липкую базу, но я покупаю другие пигменты, у меня их немало, я их могу наносить и так, и так, они у меня по-любому будет насыщенный оттенок, то здесь, видите, практически даже ничего не видно, вот что у нас пока, что получилось, вот они, этих три оттенка, вот этих три оттенка и этот пигмент, вот видите, здесь так вот хорошо видно, тут вот тоже хорошо видно, здесь так вот, 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 Смотрите, как здесь хорошо тоже виден. Надеюсь, что видно это на камере. Эти металлические это что-то с чем-то, мне кажется, какой-то нереальный перелив. Продолжение следует... Возможно, что-то камера уловит. Какой-то перелив, какой-то дуахром, триахром даже в каких-то моментах. Вот этот металлический, мне кажется, самый крутой. И у Magical Makeup они, как правило, чуть подороже, но они такие прям действительно классные. Видите, как переливаю. Вот они при вечернем освещении. И, конечно, глазами, вот этот вот посерединке он отдает прям сильно зеленым. Не знаю, почему на камере почему-то никак не хочет это передаваться. Но так вот, вне камеры я вижу, что на втором, что на третьем отчетливо перелив в зеленый оттенок. Не знаю, почему здесь не хочет так это передаваться, но как есть. Так вот это все сверкает. Наконец-таки мне пришли последних два оттенка. Вот они вложили в подарок, опять же, вот эти вот свои так называемые глиттер свой, который мне обычно не заходит вообще никак. Не знаю, у них какой-то он вообще никакой, если честно. Но давайте, наверное, сначала глиттер возьмем. Вот такой вот глиттер. Тут оттенка нету. Это был подарок, да, то есть это был подарок. Так вот он выглядит. Такие крупные частички, я сказала бы. Ой, ну это уже отсюда видно, что какая-то ерунда. Просто ерунда. Ну вообще, что это? Это вообще. Знаете, зачем такие подарки вложить? Ну какая-то фигнотень. Честное слово. Вот. В общем, ладно. Даже не будем останавливаться на этом бесплатном подарке. Сразу перейдем к теням. Первый оттенок это карма. 15,99, то есть из дорогих оттенков. Здесь он чем-то у нас похож на вот этот оттенок, да, но только он переливается. Видите, этот таким как розовеньким, этот таким как зелененьким переливается. Вот видите, такой как флейки. И давайте нанесем его сюда. Здесь такой синий цвет присутствует. Ну тоже есть и розовый. Вот. Давайте я его еще сюда нанесу. Мне кажется, для него никаких баз не нужно. Его главное вот так вот растереть правильно. Потому что он и так кремовый, а так на базе он, наверное, будет скатываться еще больше этой серии. Видите, таких вот полупрозрачных, с розовым какой-то, с розовым переливом таким. Что, знаете, у меня подозрение, что они мне уложили, я вот уже и забыла. Знаете, как снимала видео, вот это карма. Это не было кармой или не было? Я его потом уже при монтировании видео, конечно же, уже посмотрю, тот же это оттенок или нет. Я точно заказывала карма. Но нет, это другой оттенок. Сразу даже видно по их структуре. Да, все-таки это другой оттенок. Вот этот карма. Так вот он выглядит. И вот этот последний Unicorn Wings оттенок. Unicorn Wings у нас стоит тоже из дорогих. 15,99. То есть два дорогих оттенка. Можно сказать... Оп! Это такой красивый оттенок. Посмотрите, какой красивый оттеночек. Вот он. И вот он такой, как мне нравится. Именно в тугое, видите? Какой красивый. Как красиво выглядит. Как он, видите, сияет красиво. Посмотрите. Давайте попробуем его нанести еще сюда. Куда бы его так нанести. Там тоже, видите? Он такой кремовый. Его тоже нужно втирать. Но уже, когда вы это сделаете, посмотрите, как красиво все это смотрится. Вот эти два оттенка. Посмотрите, каких они красивых. Вот они. И вот такая вот палетка получилась у меня. Так, если они будут сыпучие, то, по крайней мере, они будут внутри своей же палетки и сыпаться. Да? Они насыпят мне на какие-то другие палетки. Вот такая вот. Вот, посмотрите, как красиво смотрятся эти оттенки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Вот в тенечке, видите? Вот этот вот нижний хорошо уже больше виден тогда зеленый, а не розовый. Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Вот тут уже такой зелененький виднеется. Субтитры Алексею Дубровскому! Вот такая получилась у меня палетка. Так вот. Сами тени все блестят. И видите, вся палетка, она вот такая вот блестящая тоже. Как раз таки под стать этим теням. Вот как вся палетка красиво сверкает, сияет. Это, знаете, кто любит прям сияние из космоса, кто любит все вот это вот такое красивое, цветное, красивое, яркое, то все это, конечно же, вам, думаю, зайдет. Вот видите, какая вот у этой текстура, она отличается от вот этой, вот видите, то есть ее нужно прям так втирать, не кисточкой наносить, а именно, на мой взгляд, пальчиками. Потому что, видите, она как набирается, но вы потом втираете и получается, растираете по глазам и получается по векам, да, и получается все красиво. Вот эти два оттенка при вечернем освещении, такие вот. Вот тени, как видите, красиво они сверкают, сияют. Вот они такие вот. Ну что, мой вот любимый оттенок, он, знаете, выглядит вот прям сразу на глазу, на глазах, да, он выглядит сразу же вот таким вот, как и есть тут дуахромом. Ну, знаете, даже вот здесь он не так ярко переливается, как это видно сразу же на глазах. То есть на глазах у вас прям сразу же, вот вы прямо смотрите, и у вас сразу же видно отчетливо розовый и отчетливо зеленый. Здесь вот не так это видно, но на глазах вот зеленый, он прям такой, знаете, ярко-зеленый. Очень красиво на глазах смотрится, нереально. Если наносить без какой-либо базы, без какого-либо клея для глиттера, то может, могут какие-то вот частички осыпаться. Причем, если вы, знаете, много так вот прям наслоите этого оттенка, да, и потом будете наносить, то осыпания будут у вас все-таки. И он, знаете, смотрится так вот не как, допустим, металлический, да, как вот, например, здесь. Он больше смотрится таким как, ну, не скукоженным веком, а, знаете, таким прям, как будто бы вы нанесли, ну, краску, да. То есть она не смотрится как вот такой вот прям металлик, да, который вы вот так вот разнесли. Конечно, если вот таким тоненьким слоем наносить, то будет больше смотреться. Конечно, если вы наносите просто вот так вот пальчиком и нанесли, то у вас будет вот здесь вот это смотрится еще более металлически, то на глазах это смотрится более так, знаете, в общем, на работу вы так не пойдете, да. Это прямо для такого какого-то партии с какими-то нарощенными ресницами. И потом где-то, скажем так, к середине вашего партии они начинают как-то все, знаете, друг от друга разъезжать, как будто бы вот база под этими тенями, она куда-то исчезает и остаются только блестки. И эти блестки, если честно, так немножко безобразно смотрятся, но вы их когда опять их вместе собираете, то есть вы их пальчиком опять все вот так вот поправляете, и у вас получается опять вот такая вот, скажем так, общая картина. Но по происшествию времени, вот я еще раз повторюсь, они разъезжают и получается вот некрасиво, вот прям некрасиво, я вот так могу сказать. Куда-то вот этот цвет весь пропадает, вот не понимаю куда, и все это как-то так вот обязательно нужно, конечно же, смотреть, потому что потом, когда все это разъедется в разные стороны, смотрится как-то все грязно, небрежно, обязательно, как говорится, поправив все это пальчиком опять, у вас опять все будет смотреться гармонично и красиво. Но поправить надо будет. И, конечно же, осыпашки, они есть, без базы, если. Ну и цвет, конечно, повторюсь, он прям сразу виден, вот прям, вы просто смотрите прямо, у вас сразу виден этот дуахром, но он не серии, вот повторюсь, таких вот металлических, вот, например, как у Наташи Диноны, да, у него более металлический, здесь более такой прям грубый, да, получается на глазах очень как-то так, знаете, вот как, как будто бы вот так наслоили, да, вот как вот здесь вот такой вот, видите, он такой как немножко грубоватый, как будто бы смотрится, и там он, или же его немножко надо таким прям полупрозрачным слоем наносить. Ну вот дуахром, конечно, это что-то с чем-то, вот прям видно невооруженным глазом, причем здесь вот почему-то так не передают, в реальности это такой прям яркий, красивый, что розовый, что зеленый, прям яркий, красивый дуахром, который заметен сразу. В общем-то палетка классная, мне она понравилась, но это, знаете, такие, если вы будете покупать, это такие оттенки сюрпризов, то есть если вы видите одно, вы можете получать совсем другое на глазах, на глазах, и делая свотчи, опять же, вы себе представляете по-своему, а получается по-другому. Вот, допустим, взять вот эти вот четыре оттенка, они все абсолютно разные, как кажется на первый взгляд, но у всех у них такая, знаете, розовая база, вот как будто бы все тени сделаны на розовой базе. И здесь, допустим, вот в этом, да, здесь такие присутствуют, вот на розовой базе присутствуют зеленые блесточки, что, из-за чего получается вот этот вот дуахромный оттенок. Блестки могут осыпаться, но они осыпаются только при нанесении, потом уже, если вы нанесли, они уже больше не осыпаются, причем я их наносила без базы, ну, на базу они, возможно, не будут осыпаться. Но, опять же, повторюсь, только при нанесении, потом они уже никуда не сыпятся, с ними ничего не происходит. Дуахром очень хорошо заметен, даже без, знаете, там всяких поворотов, просто вот вы прямо стоите, и этот, ой, я уже в 2 полосе, и этот дуахром очень хорошо заметен на глазах, просто вот, ну, просто прекрасно, мне очень понравилось у себя вот этот вот оттенок, он очень красиво смотрится на глазах и держится, стойкость просто супер. Стойкость классная и у этого оттенка, он тоже на розовой базе, только здесь такие синие блесточки, которые делают дуахром такой, знаете, розово-сиреневый, моментами розово-голубой, то есть зависимо, видимо, как этот цвет попадает и как эти блесточки видны. И в этом, допустим, оттенке блестки уже вот эти вот отдельные блесточки, вот эти глиттерные, они более выражены, но держатся также классно на глазах, 12 часов держатся, стойкость, никуда не скатывается, ничего с ними не происходит. Просто вот, допустим, по сравнению, допустим, с этим оттенком, вот этот менее такой дуахромный, и здесь больше выражены именно вот эти блесточки отдельные. Очень-очень интересный оттенок это вот этот. Вообще, мне кажется, это просто такая, знаете, такой троянский конь в этой палетке. Он здесь, да, такой вот, видите, кажется желтый какой-то, ну ладно, пусть даже оранжевый, с какими-то такими зелеными блесточками же. На деле это очень красивый оттенок, но даже не то, что оттенок, он очень интересный. Он такой, знаете, флуоресцентный зеленый, вот как будто бы вы взяли такой, знаете, фломастер, такой прям маркер, да, такой прям ярко-зеленый, и нарисовали себе. И вот этот зеленый, он прям вот как здесь кажется какой-то такой желтый оттенок, так у вас на глазах этот просто зеленый. Это такой как зелено-синий, да, там такие вот синенькие блесточки, розовые блесточки. То есть при определенном повороте вы можете увидеть иногда как будто бы дуахром с синим, а иногда как будто бы дуахром, ну, конечно же, с любимым розовым. Он тут везде. Но все равно преобладает вот этот вот прям яркий-яркий зеленый. Вот он просто, знаете, такой вот вырви глаз зеленый, такой прям фломастерный, яркий, флуоресцентный зеленый, прям вот неоновый зеленый. Я даже так сказала бы, то есть такое, знаете, оттенок не на работу, это точно. Опять же, темная лошадка, вот этот вот оттенок, он очень красиво смотрится на сводчу. Вот просто вот он кажется таким зеркальным оттенком, ну, допустим, даже по сравнению, не знаю, ну, возьмем, например, по сравнению вот с этим. Здесь вот, допустим, больше блесточек, а вот на этом, видите, он более такой, как зеркальный оттенок. Но на деле, на глазах, это совсем все по-другому смотрится. То есть вот, как бы, опять же, повторюсь, вот эти тени, они, их сводчить нельзя, потому что вы можете ошибиться. То есть вот на деле, если вы наносите вот этот вот, который, казалось бы, такой какие-то отдельные частички, на деле у вас получится, ну, вот на сводче, видите, это так не выглядит. На деле же это получится нереальной красоты, дуохромный оттенок. Он просто будет, вот вы просто будете прямо стоять, и вот этот вот дуохром будет у вас просто переливаться из одного оттенка в другой оттенок. Очень красивый, очень красивый, очень интересный. Вот этот вот, казалось бы, на сводче, это такой вот, видите, зеркальный, однородный оттенок. Но на глазах он выглядит вот так, а этот на глазах выглядит вот так. Вот они как будто бы поменялись местами. Вот не знаю почему, вот видите, здесь, кстати, тоже виден этот хорошо зеленый. То есть вот почему-то вот этот вот оттенок, который вот на сводче, казалось бы, даже вот при набирании, вот этот дуохром очень красивый, на глазах это просто вот как тут, да, как будто бы такие отдельные блесточки, отдельные сами по себе, причем преобладает просто зеленый вот в этом оттенке, ой, не зеленый, розовый, прям просто розовый оттенок. И где-то там, что-то там, вы можете увидеть чуть-чуть слегка зелененький, но это очень-очень нужно присмотреться, нужно прям поворачиваться, поворачиваться, искать, где же там дуохром, хотя по факту, по факту, это такой на сводчах, даже вот просто на, при наборе, это такой какой-то невероятно сложный, красивый оттенок. Но нет, абсолютно нет, это вообще не то, как вот и повторюсь тут, да, вот желтый по факту это вот просто такой какой-то, ну, он даже, знаете, он вот опять же на глазах, вот на сводче, вы видите, такой вот, да, зеленый, по факту это будет такой прям яркий, яркий, фломастерный зеленый, да, то есть он вот здесь он кажется таким вот неоновым, ну, таким, как бы легеньким, по факту нет, это будет у вас такой, знаете, прям, как бы маркером нарисовали себе тени, то есть как бы их точно, вот точно не стоит покупать по сводчам, это вот сто процентов, ну, и розовый, розовый здесь, конечно, везде, в каждом оттенке, его, вот не знаю, видно будет, не видно, его вот, наверное, его просто любили, наверное, и везде его положили, но, повторюсь, вот этот просто вот такой ярко, ну, не ярко, просто вот прям розовый, то есть если взять, допустим, вот, повторюсь, какой-то вот, допустим, оттенок, который кажется более таким каким-то рассыпчатым, он, наоборот, более дуахромный, более красивый, а взять, который на сводче кажется такой классный, ну, в общем, я хожу по кругу, одно и то же говорю, точно, в общем, точно не берите эти тени по сводчам, потому что на глазах это смотрится совсем по-другому, даже вот, повторюсь, вот этот, он выглядит таким прям ярко-ярко фломастерным оттенком, ну, и у этого оттенка, вот, наверное, если все взять, что есть, вот от этого оттенка остается пигмент на веки, который, ну, очень тяжело смыть, практически даже, можно сказать, не смывается, он прям так въедается в века, что вот этот вот красный пигмент остается, такое же у меня от Джеффи Стар, от его красного пигмента, такого малинового-розового, там такой же у меня эффект, то есть вот этот вот красный пигмент, он просто не смывается, нужно какое-то время, да, чтобы он смылся, он, безусловно, смывается в тот же день, но сразу же он не смоется, он прям так, знаете, как тинт такой въедается, наверное, самый худший, который мне вообще не понравился, это вот этот вот, такой, это зеленый глиттер, с такими мелкими-мелкими, слабо выраженной такой розовой базе, эту базу практически невозможно заметить, она, ну, прям совсем-совсем такая слабенькая, вот ее, видите, практически и незаметная, и века, оно само по себе кажется таким, знаете, полуголым, то есть если это мы называем дуохром, то это вообще не дуохром, к концу дня оттенок вообще испаряется, он абсолютно незаметен, ничего от него не остается вообще, то есть мне кажется, назвать его и какие взять, допустим, вот другие оттенки, да, и вот этот, мне кажется, это, знаете, какой-то внебрачный сын, потому что он абсолютно не такой, как все вот эти оттенки, он вообще другой, вот здесь же наоборот, явно уже виден этот дуохром из розового в зеленый, повторюсь, да, что здесь такие любимчики розовый и зеленый, но здесь, по крайней мере, он виден, зеленые блесточки, которые явно заметны, как отдельные блесточки, то есть они не в такой, знаете, какой-то такой, скажем так, кажется, что вот это вот одна такая вот совместная, скажем так, единая что-то, нет, здесь зеленые блесточки выделяются, допустим, взять, если другие, то они могут быть более такие однородные, здесь блесточки, они выделяются, но, по крайней мере, здесь эту розовую базу видно, здесь вот этот вот дуохром, да, он хотя бы виден по сравнению вот с этим оттенком, здесь вообще такого полуголого века получается. Тут уже вот, хотя не кажутся два похожих, но это другой, он сначала кажется, знаете, такой флейки, когда вы его наносите, но на самом деле, видите, его так вот вы растираете, и здесь уже хорошо, очень хорошо виден этот дуохром, здесь видно вот этот вот, не знаю, ну, так вот, конечно, не передает камеру, но вот в этом оттенке хорошо очень видна фиолетовый цвет, хорошо очень виден синий цвет, то есть здесь такой, знаете, хороший заметен дуохром по сравнению вот, допустим, с другими оттенками, здесь он именно в такой фиолетовый уходит, такой местами синий, но в большинстве своем именно фиолетовый. Последний оттенок, он чем-то похож на этот, хотя, кажется, они абсолютно разные два оттенка, но он чем-то очень, кстати, даже похож. Единственное, что вот этот оттенок, он более такой однородный, в нем не слишком выражен дуохром, то есть, знаете, такой плюс и минус, то есть, он с одной стороны более такой однородный, чем вот этот, но в этом больше видно дуохрома, чем вот в этом. Он такой, знаете, как сатиновый, получается тоже он такой розово-фиолетовый, даже, можно сказать, такой светло-фиолетовый оттенок получается, и дуохром, он такой, знаете, нецелостный, он получается такими полосками, то есть, вот полоска синяя, полоска какая-то такая фиолетовая, нету вот этого, знаете, что вот вы поворачиваете веко, и у вас получается такой вот из, допустим, розового уходит такой зеленый оттенок, из зеленого фиолетовый, допустим, что-то вот такое вот, нет, здесь просто такая тоненькая, вот вы как-то повернетесь, и такая тоненькая полосочка, просто где-то вот сверху века, может быть, где-то в уголке глаза, может быть, просто полосочка какая-нибудь, допустим, фиолетовая, или же может быть полосочка какая-то синенькая, то есть вот такой странный оттенок. Ну, так что, в общем-то, я могу сказать, мне этот бренд, он мне понравился, Magical Makeup Здесь есть свои, наверное, классные хитовые оттенки, и есть такого, ну, вот этот провальный Наверное, остальные прям совсем провальные, я сказать не могу, но, наверное, вот этих два я бы, возможно, даже исключила бы из продажи Остальные, они все по-своему интересные, все по-своему хорошие, есть какие-то лучшие, есть какие-то чуть хуже Но, в общем-то, в общем-то, мне понравилась эта палетка, ну, можно сказать, самосборная Поэтому, если так вот подходить более ответственно к покупке этих однушек Или, если в идеале они есть где-то в магазине, где можно пойти потестить, то, конечно же, я бы могла бы посоветовать Покупать их так наобум, то это может быть такой, какой-то оттенок может оказаться котом в мешке Ну, вот на этом все, спасибо за внимание, всех целую, всем пока